Привет, меня зовут Юра, я преподаю Android-разработку в ВК. Сегодня мы с вами поговорим про Flutter, а конкретно попробуем сделать мобильное приложение Тайны Санта. Скоро начнутся праздники, я думаю, будет для вас актуально. Ну что же, пару слов. Что такое Flutter? Flutter — это кроссплатформенный фреймворк, который позволяет создавать приложения одновременно под iOS, Android и множество других платформ, в том числе и веб, и даже для телевизора можно сделать приложение. По сути, это не честный такой мобильный фреймворк, это скорее такой способ отрисовки интерфейса, то есть рисуются на экране не настоящие view, не настоящие элементы интерфейса, а рисуется лишь их визуально похожая копия. И если даже мы посмотрим в Layout Inspector, да, это вещь нужная для того, чтобы посмотреть границы элементов view, то мы увидим, что у нас на экране лишь одно большое view, как раз таки просто потому, что это Canvas, на котором рисуется все наше приложение. Ну что же, давайте начнем с самого начала, создадим новый проект. В Android Studio уже появилась прям отдельная кнопочка New Flutter Project. Нажимаем на нее. Не буду говорить о том, как нам установить Flutter, поставить Dart SDK и все остальное. Я думаю, что вы сможете это сами сделать. Мы исходим из того, что вы уже все установили, настроили, и начнем работать с кодом. Выбираем Flutter, нажимаем Next. Как и в любом Android приложении, нам нужно создать какое-то читаемое имя, придумать название пакета. Давайте назовем проект наш Santa. Так, description. Пускай будет такое, оставим. Application. Так, так, так. Организация. ComExample. Santa, например. Языки по умолчанию состоят Kotlin и Swift. Напоминаю, что мы будем делать и для Android, и для iOS приложения одновременно. Соответственно, да, лучше выбрать языки посовременнее, чтобы было просто проще нам работать в перспективе. И выбираем, какие платформы поддерживают Android iOS. Можно еще и веб сразу добавить. Но мы сейчас обойдемся только двумя платформами. Зажимаем Finish. Так, говорят, что нельзя с большой буквы называть модуль. Давайте назовем с маленькой. Пока расскажу, что мы хотим вообще сделать. Мы хотим сделать приложение, в котором вы со своими друзьями сможете зарегистрироваться для игры в Тайного Санта. Если кто не знает, это такая вещь, когда вы хотите друг друга поздравить с подарками, но при этом не хотите дарить либо всем, либо кому-то определенному. И поэтому суть игры Тайной Санта, что случайно образом выпадает человек, и вы должны его поздравить. Соответственно, тому человеку выпадает какой-то другой человек. Может быть, даже вы. Но вы не знаете, кому кто выпал, кроме своего персонажа, своего человека, которому вы будете дарить. То есть нам нужно будет сделать приложение, в котором можно будет создать группу, в которую будут добавляться люди. И в какой-то момент между этих людей будет приедена жеребьевка, и мы выберем, кто кому будет дарить какие подарки. Мы сегодня с вами будем заниматься экстремальным программированием, а именно программированием одной рукой. Да, давайте начнем делать наше приложение. Начнем с самого простого, с того, что просто запустим проект, который нам создал Android Studio. Если открыть Main, здесь уже есть какой-то код, причем множество комментариев дано. Давайте просто не глядя запустим, посмотрим, что там будет. Пока приложение запускается, я немножко расскажу про структуру проекта. Весь код у нас пишется внутри папки lib. Здесь код пишется на языке Dart, и он находится весь в одной папке. В одной папке нет разделения на пакеты, еще чего-то. Просто у нас есть папка, есть файлы. А уже специфичный для какой-то платформы код попадает, соответственно, либо в Android папку, либо в iOS. Это прям полноценные настоящие проекты нативного приложения. И если посмотрим, например, в папочку Android, мы увидим, что действительно у нас есть полноценное приложение, в котором есть Android Manifest, да, и даже есть главное Activity. Но эта Activity пустая, она следует от Flutter Activity и предназначение ее только для того, чтобы отрисовать, собственно, ту графику, которую нам предоставит Flutter. Если же в перспективе мы захотим использовать какие-то нативные функции, не знаю, доступ к датчикам, permission, еще что-то, да, соответственно, мы можем дописать здесь какой-то код для работы именно с нативными вызовами. С кодом мы разобрались. Еще есть очень важный файл. Можно провести аналогию с Build Gradle файлом в случае Android. Это файл pubspec.yml. Это файл, где хранится вся конфигурация нашего приложения, где задается как его имя, его версия и зависимости, которые мы подключаем. Кроме того, можно добавлять самостоятельно сюда кастомные атрибуты, и также другие библиотеки имеют возможность добавлять туда свои атрибуты. Таким образом мы можем устраивать свой проект. У нас эмулятор не запускался. Запустим еще раз. Точнее, не запускалось приложение на эмуляторе. Запустим еще раз. Сейчас у нас происходит сборка проекта. И тадам! Запустилось наше приложение. Напоминаю, это приложение дефолтное, то есть такой сэмпл. Мы его не писали, ни строчки кода еще не трогали. Что это такое? Это, по сути, просто счетчик нажатия на кнопку. Чем больше мы кликаем, тем больше счетчик. Давайте взглянем на то, как это реализовано. В мире Flutter все является виджетом. Виджет – это такая единица, не только необходимая для отрисовки, но и для работы с какой-то логикой. Давайте посмотрим. Внутри нашего MainDart у нас есть единственный виджет, который является нашим приложением. И у каждого виджета есть метод build, то есть что будет происходить во время непосредственно подготовки к отрисовке нашего виджета. Тут небольшая такая вложенная структура. Скажу коротко, это все нужно для того, чтобы просто красиво отобразить, выровнять элементы интерфейса. И дальше мы видим, что у нас есть floating action button, точно такая же, как внутри Android. И есть текст, в который ставится счетчик. Интересная вещь Flutter заключается в том, что для того, чтобы сделать какие-то изменения внутри UI, мы не должны каким-то образом вызывать непосредственно у конкретного view метод перерисовки. Мы вызываем перерисовку у всего виджета. Если мы посмотрим метод increment counter, здесь происходит вызов setState и устанавливается некий state, где счетчик увеличен на плюс один. То есть в тот момент, когда мы вызовем setState, вызовется заново перерисовка нашего виджета, мы попадем в метод build, и уже с новыми значениями мы соберем всю иерархию нашего экрана, и уже, соответственно, там будет новое число. Причем эта вещь работает довольно быстро и довольно оптимизировано. То есть не нужно бояться, что мы лишний раз что-то перерисуем. Ну, конечно, не стоит это делать нарочно, но от того, что мы перерисуем весь UI, мы не заметим каких-то проблем от того, что мы перерисуем весь UI. Так, давайте начнем с того, что уберем все лишнее. У нас есть App, есть Material App. Это главный виджет, который нам говорит, что у нас приложение будет в стилистике Material, Material дизайна. Дальше. Идем внутри My Home Page. Внутри Flutter приложений экраны называются пейджами. То есть не экран, не activity, а именно page. Да, уберем все лишнее. И сделаем что? Предположим, мы, как организатор нашей группы Тайного Санта, хотим добавить каких-то своих друзей в эту группу. Соответственно, первое, что нам нужно сделать, это создать эту группу. Давайте же тогда создадим какой-то интерфейс, где можно будет ввести название группы, да, а после позвать туда друзей. Так, я уже почти все удалил. Да. Смотрите. У нас есть центр. Это виджет, который говорит о том, что все, что внутри него, будет отсутровано по центру, соответственно, parent виджета. Внутри него есть column. То есть это колонка, где, как в linear layout в Android, идут друг за дружкой элементы. Итак, у нас здесь есть текст, который говорит о том, что нужно нажимать на кнопку и, собственно, сам счетчик. Сейчас нам это не нужно. Мы заменим текст на какой-нибудь стиле введи название своей группы. И ниже разместим под ним текстовое поле, в которое можно будет вводить непосредственно название. Так. По-моему, называется, как в Android edit text. Editable text. Сейчас проверим, оно ли это. Да, это виджет для ввода текста. И он должен принимать контроллер. Внутри виджетов, как правило, все взаимодействие работает через контроллер. Контроллер – это такая штука, которая позволяет не только установить какое-то состояние, но и считать его. То есть, когда мы поменяем какой-то текст, мы можем через контроллер его забрать. И создадим, соответственно, edit text controller. Так, сейчас посмотрим, действительно ли он так называется. Он называется text editing controller. Окей. Назовем его просто контроллер. Еще интересный момент. Если никогда вы не работали с языком Dart, вот этим подчеркиванием в начале любой перемены либо метода обозначается приватность этого поля либо метода. То есть, это не просто какая-то там штучка, да, это прямо как private, это три Java. Так, контроллер. Ну и проинициализируем его дефолтным конструктором. Так, воспользуемся подсказкой студии, сделаем финальным это поле. Так, у нас есть контроллер. Собственно, передадим его внутрь edit текста. Так, посмотрим, что еще требуется от нас. От нас не требуется никаких обязательных полей, кроме контроллер и focus node. Что такое focus node? Это такой виджет, опять же, который позволяет определять, что сейчас находится непосредственно в фокусе. где у нас будет стоять каретка ввода и будет ли открытой клавиатуры. контроллер. Контроллер у нас, значит, это контроллер. Так. Контроллер. Стайла у нас тут никакого нету. И воспользуемся опять же студией. Возьмем, делаем focus node. Android Studio подсказывает, что мы должны сюда ввести focus node, но на самом деле нам не обязательно его вводить, просто потому что есть уже надстройка над editable text, которая называется text field. Это реализация построена над обычным edit текстом, который позволяет как раз таки все дефолтные действия уже сделать за вас, чтобы вы не контролировали вручную, например, позиционирование фокуса. Давайте запустим, посмотрим, что у нас получается. Так, видно, написано в виде названия своей группы и вот полоска какая-то. И она, видно, уперлась у нас в конце экрана, не особо понятно, что там вообще можно ввести и как этим пользоваться. Давайте попробуем немножко это постилизовать. Для того, чтобы сделать, например, отступы, как мы привыкли в андроиде, мы обычно внутри прямо самому view задаем какие-то параметры. В нашем же случае мы заворачиваем наш text edit, text field внутри виджета padding. И, соответственно, во время отрисовки этот padding будет уже применен к нашему text field. Такой подход к запакованию виджета, как в матрешку, используется повсеместно внутри флатных приложений. Задаем отступы при помощи edge insets. Это вещь, которая позволяет нам задавать расстояние нужное либо симметрично, либо с какой-то определенной стороны. Мы создаем симметрично и зададим горизонтальные отступы, например, 20 пикселей. Пиксели логические здесь указываются. И смотрите, сейчас произойдет магия флаттера. До этого я перезапускал приложение, просто потому что мы создали новое финальное поле. Но в данном случае я могу нажать на кнопку hot reload, которая без перезапуска приложения применит изменения. Если вы обратили внимание, у нас тут появились отступы, скрылась клавиатура и все это произошло за долю секунды. Этим очень крут флаттер, что мы можем очень быстро менять интерфейс и также быстро видеть результаты. Так, кроме того, что мы ввели это поле, мы хотим, чтобы у него был автоматический фокус. То есть как только мы попали на этот экран, мы хотим, чтобы у нас открывалась клавиатура для того, чтобы человеку не надо было лишнее раскликать. Давайте введем автофокус и поставим его в значение true. Сейчас, если мы запустим ZANA приложение, то при открытии у нас должен появиться... Вот, появился фокус, открылась клавиатура. Отлично. Когда мы введем какое-то название группы, мы хотим его, соответственно, куда-то сохранить. Давайте сделаем это. Я говорил, что у нас есть контроллер для работы с текстом. Этот контроллер, он, кроме того, что записан у нас в поле, нигде не используется. Как же его использовать, если мы вроде везде как бы работаем с UI, кажется, да? Тут есть только build-метод и кажется, что нет никакого места, куда бы его, собственно, засунуть и как бы слушать изменения. Часто используется для инициализации каких-то вещей метод init. Сейчас мы его переопределим. init state. Нам нужно вызвать супер у этого метода для того, чтобы переопределить корректно. И здесь мы что сделаем? Здесь мы будем слушать изменения внутри контроллера. Сделаем контроллер. listen. Так, addListeners, addListener, да? И здесь мы возьмем и напечатаем, например, тот текст, который у нас сейчас введен. Есть метод print, который может напечатать на все, что мы захотим. Так, и здесь же мы сразу и напечатаем. Так. Здесь мы идем в контроллер. Так, неправильно. И у него, кажется, есть поле текста. Да, верно, текст. Так. Ну и самое главное, на самом деле, не забывайте убирать Listener. Но в данном случае мы делаем sample и не будем заниматься такими вещами. Так. Посмотрим, что у нас получается. Так. Я перезапустил. Идем во вкладку run. Набираем текст. Набираем текст и что-то не понимаю. А, вот он, да. Вот он появляется. Тут просто еще множество дебарной информации выходит. Ну да. То есть у нас работает ввод текста. И мы можем там раздеть это внутри консоли. Так, хорошо. Мы сделали текстовое поле. И, наверное, когда мы нажмем на кнопку ОК, мы должны перейти в какое-то другое состояние. Мы можем остаться прямо на этом экране. Сделать тут какую-то перерисовку. Ну, нам проще, как и в реальном мире, да, внутри Android. Мы часто используем другие фрагменты для таких ситуаций. Давайте здесь же заиспользуем не только не фрагмент, а следующий пейдж. И кнопку FabButton с иконкой Add переделаем, например, на галочку. По-моему, она называется Check. Да. И в onPressed, в методе, который вызывается в случае нажатия, мы не будем обновлять state, потому что у нас никаких каунтеров сейчас нету. Удалим, кстати, их. В этом методе мы будем переходить на следующий экран. Для этого нам нужно его создать. Давайте его создадим. Создадим новый файл. Назовем его FriendsPage. Мы там будем создавать список наших друзей. FriendsPage. И создадим виджет. Как я уже говорил, все является виджетом внутри флаттера. Видж. И унаследуемся от класса StatefulWidget. Если мы заглянем вот в подсказку, мы видим, что кроме Stateful есть Stateless. Это две большие разницы внутри виджетов. Одни виджеты имеют состояние. Соответственно, мы как раз таки можем вызывать setState. Есть методы init и так далее. А другие виджеты являются статичными. То есть, у них нет состояния. Так как мы что-то вводим, что-то нажимаем, у нас имеются какие-то динамические данные. Поэтому мы используем Stateful. И, как я говорил, у каждого виджета должен быть обязательно метод build. Сейчас я сделаю вот так, чтобы нам проще было. И мы пойдем в main и просто скопируем, чтобы не писать кучу похожего кода. У самого виджета такой довольно странный конструктор для первого взгляда, который принимает какой-то ключ. Здесь title есть, потому что название страницы. И создание стейта, а уже внутри стейта, как раз таки метод build. Для простоты можно это воспринять как именно описание самого виджета. Это скорее такое высоковровневое описание того, какие аргументы мы применим, как будет создано состояние. А состояние и является, собственно, той вещью, которая будет отрисовываться, обновляться, иметь какие-то взаимодействия с пользовательским вводом. То есть мы сейчас должны, создавая страницу, сделать примерно такую же штуку, просто скопируем для простоты. И создадим то же состояние, которое будет отрисовано. Так, нам никакой title здесь не нужен. Хотя давайте оставим title, пускай у нас будет title. Так, конструктор должен иметь схожие названия. Так, состояние, состояние. Пейдж стейт, состояние. Это вложенный класс, вложенный в том плане, что он находится в этом же файле. Так, создадим его. И название должно быть friendsPatchState. Так, метод build, как я уже говорил. Вот видим, у нас получился уже такой супер каркас простецкий нашего нового экрана. И теперь нам нужно на него перейти. Для того, чтобы выполнять переходы между экранами, нам нужно вызвать метод навигатора. У нас есть метод incrementCounter. Давайте просто его переименуем в goNext. И здесь что мы сделаем? Здесь мы возьмем и сделаем навигатор. of context, то есть навигатор, который относится к нашему контексту. И сделаем ему, вызовем у него метод pushNamed. Это значит, что мы внутрь нашего стека экранов положим следующий экран прямо сверху. И этот экран будет найден по его имени. Что такое имя? Имя, по аналогии с веб-страницами, это такая некая ссылка. Давайте создадим такую ссылку, именно текстовую ссылку. StaticRoad, например, rootName. Назовем его friends. Так, staticFinal. Даже const. Окей, у нас есть название маршрута. Теперь мы его передаем внутрь pushNamed. Так, подключим нашу созданную пейдж. И вызовем rootName. И сейчас мы запустим этот код и кликнем на кнопку далее, то у нас придет ошибка. Смотрите. Dart говорит, что что-то непонятное. Он вроде как бы отработал и попытался переключить наш экран на следующий роут, но при этом не смог это сделать. А не смог он это сделать просто потому, что нигде нет соответствия, к какому роуту относится какой виджет. Для этого нам нужно это явно сообщить внутри нашего класса app. Вот, у нас есть MaterialApp, который является нашим таким самым главным виджетом, в котором все настраивается. И здесь есть метод для обозначения маршрутов, как раз таки roads. Так, сейчас мы скопируем его. А давайте не так. Посмотрим отсюда, да, и какие он аргументы принимает. Получается, это должна быть map с соответствием как раз таки роуту и виджету. Да, то есть мы можем создать новый map. Здесь сделать, точнее не вручную написать, конечно же, а friends page road. И здесь указать наш виджет. Так, у нас required title. Давайте уберем отсюда title. Просто есть еще способ пробрасывать любые аргументы внутри виджетов, которые являются страницами. Но сейчас мы не будем уделять время. Ничего в этом сложного нет. Просто не будем этим заниматься. Так, что у нас тут? У нас какая-то ошибка. Widget function. А, нам нужно создавать этот виджет. Соответственно, он, наверное, должен иметь здесь контекст. Так, подсказки у нас нет. Давайте вот так вот сделаем. Ладно, посмотрим. Все-таки по памяти не очень получается. Так, виджет builder. Что он имеет? Он имеет контекст и ждет виджет на выходе. Так, мы задаем функцию. И какая же у нас ошибка? Ошибка просто стоит здесь const. У нас, на самом деле, не константное это выражение. Константное только создание виджета. Все. Мы задали соответствие нашему роуту, нашему friends page. Берем отсюда title. И что-нибудь нужно добавить обязательно в build. Давайте просто вернем контейнер. Контейнер это, можно сказать, что frame layout из андроида. И давайте, не знаю, какой-нибудь цвет его покрасим, чтобы мы понимали вообще, что у нас все отрабатывало так, как мы хотели. Так, и просто вернем его. Так, отлично. Идем внутрь нашего, нашего мейна. Проверим, что у нас стоит все корректно. Да, push named, road name. Окей. Перезапустим. Нажимаем на галочку. Да, и у нас открылся следующий экран с красным фоном. Итак, у нас получилось открыть следующую страницу, следующий page. Давайте на сегодня остановимся на этом. Сейчас мы научились с вами создавать простые Flutter-приложения, научились переключать экраны и получать информацию с ввода. В следующем видео мы поговорим о том, как добавить список друзей, как добавить туда участников, и научимся сохранять эту информацию на диск. Спасибо, с вами были скринкасты, смотрите следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok